Как-нибудь вот так. Вот. Нормально, нормально. Когда-нибудь вы задумывались, как, возможно, соединять рефлексию и ор? Вот на моем канале можно. Я это как-то жонглирую эмоциями. Вот. Очень многое сделала, но как раз-таки интересно, что всего того, что я запланировала, я и не сделала. Окей, ладно, окей. Я планировала, что я там планировала? Учиться. Да, хорошо, получилось учиться, но чего-то глобального, например, не получилось сделать. И я помню свои ощущения, когда только-только поступила, я ощущала себя абсолютно всемогущей. Я ощущала, что я такая крутая, и сейчас вот я вот это сделала, и значит мне все, типа, по плечу. А случилось то, что я даже не планировала, то есть то, что я даже не думала. Я не знаю, есть какая-то закономерность всегда, и всегда все говорят, там, история успеха. Я вот это вот делала, и поэтому я это получил. Какая-то моя личная история успеха, это абсолютно рандомность. Рандомность – это какая-то абсолютная и в деятельности моей, и в моей активности, и в жизни моей. Я просто рандомно что-то делаю, вот, ну, неважно, что я делаю, ну, просто я все делаю. Как вы понимаете, я веду канал на ютубе, я год занималась в театре и работала в театре. И потом я поступила на виноделье и ходила химиком в лабораторном костюме. Вдруг как-то, вдруг как-то получается, что я еду за границу на полгода. Все абсолютно у меня, без какой-то логики и без какого-то инструкции. То есть я не могу сказать, я не могу сделать такое видео. Делай как я, и у тебя все получится, потому что как я делать уж вообще не надо. Может быть, это и стиль моей жизни. Если я совершенно хаотично что-то делаю, но делаю. Момент тот, что я все равно что-то всегда делала. Не было такого, что я хаотично о чем-то думала. Хаотично думала о том, что мне нужно сделать. Писала стихи даже, я писала стихи. Я купила в 11 классе, купила себе гармошку, на которой не играла. И надо сейчас начинать играть, потому что это же оно и есть, хаотичность. Если что-то есть, то это нужно поделать. Вот мой, типа, жизненная креда, наверное. Если можно что-то поделать, то я беру это и делаю. Не думаю, что это кому-то подходит, кроме меня. Но, видимо, вселенная отвечает мне. Но если ты что-то делаешь, то для тебя какие-то будут возможности. Какие-то будут пути. Главное, что не прозевать их и быстро скоординироваться, наверное. И поймать волну, пока прет, как говорится. Пока прет. Ты должен подумать. То самое одиночество в толпе, когда ты ходишь на все встречи. Ты встречаешься как минимум. В один вечер ты можешь пожать руку ста людям. Вы представляете такую ситуацию? Ста людям молодым, ста людям студентам. Но при этом ты одинок, потому что все это, типа, здрасте, до свидания. И все, ты никогда с ним не встречаешься. Маловероятно, что вы добавите даже друг друга в фейсбуке. Вот это ощущение меня очень сильно подкосило. Я болела из-за этого. Ну, я связываю это с тем, что я болела из-за того, что у меня было одиноко. Возможно, просто там был грипп. Классно. А понимая вот это, мне было сложно возвращаться сюда. Я не знаю ничего. Это я точно понимаю. Были у меня какие-то предположения, установки, что есть какая-то логика в этой жизни. Но, как я уже в начале видео вам порассказала, в моей жизни логики вообще нет. То есть, ну, тупо ее нет. Ее нет. Я должна это запомнить. То есть, я должна для себя еще начать осознавать, что в моей жизни логики нет. То есть, в моей жизни только рандом. Только рандом. Такое детское, наивное такое. Если я что-то для них сделаю, то они для меня тоже что-то сделают. Не думайте так никогда. Никогда так не думайте. Да, это хорошо так думать. Ты можешь выстраивать свои отношения так, что это, конечно, можете подумать, это меркантильно. Или там, типа, цинично. Но, извините, типа, вы на улицу выходили вообще давно, типа. Самое банальное. Выстраивать хорошее отношение с учителями. Зачем тебе нужно, чтобы тебя валили на сессии? А? А? Вот я не думаю, что тебе нужно, чтобы тебя валили на сессии. Ну вот, вот что-то будет. Оказалось, нет. Ты делаешь столько для человека, а он считает, что это как бы и должно быть. Это как бы и норма поведения. По крайней мере, я давала ему свое время. Я дарила время свое. 19-летнее время давала, дарила. А он мне нет? То есть, нет. Он мне время свое не дал. Я не буду меняться, в смысле, это очень странный вывод, даже после всего этого спича, который я сказала. Но я понимаю, что я поменяться не смогу. Я человек добрый. Я человек отходчивый, да, ок. Но, ну, ладно, типа, ладно, окей. Просто добрый, безотходчивый. Просто добрый. Потому что, окей, то, что произошло со мной, это был единичный случай. Вот реально, надо поверить. Это было невероятно. Это был невероятный случай, когда так может произойти. И все, там столько вариантов событий, там столько всего. На кардах, гадай, никогда себе это не скажут. В жизни все непредсказуемо. Вот какое открытие я себе сделала за этот год. Ни в чем нельзя быть уверенным. На сто процентов. Я считаю, это мудрость. Вот это вот, это повзросление. Вот это возросление мое. Я же обещала себе, что я не буду стричься. Вот я не стриглась. Насколько у меня они отросли, скажите. Вот, не знаю. Ладно, с длинными волосами мне лучше. Я это чувствую. Люди, как и из прошлого моего видео, в моей жизни приходят и уходят. И это мне очень нравится. Потому что в один день мне нужно сделать очень много. По крайней мере, сейчас я пойду переодеваться и делать новое видео. Которое вы подумаете, о, новое видео. А это я сняла вот в этот же день. Потому что лето подходит к концу. И времени свободного ты и нет. А с друзьями хочется встретиться. Мне так это нравится. Я успевала там все. Я успевала встретиться со стольким количеством людей. Учиться и сдавать экзамены. Здесь же ты тратишь два часа только, чтобы доехать до центра. Там, чтобы до центра доехать, нужно было потратить сколько? 35 минут? Что? Вот как вы с этим справляетесь? Я не знаю, как я справляюсь. Я читаю книги. Ок, мы очень начитанные. Мы самая начитанная страна в мире, знаете? Потому что делать просто нечего в трамваях. Которые ездят, блин, 20 километров в час. Знаешь где? Вот знаешь, где я свою жизнь провожу? В общественном транспорте. Агрессия. Исторический смех. Энтузиазм. Рубрика «Школьная травма». Школьная травма заключается в том, что для меня год начало. Это не с нового года. Ладно, ок, у меня с нового года тоже такое стоит. О, новый год. Но самое главное, что для меня новый год, это именно учебный новый год. То есть с сентября для меня это ощущение, что вот сейчас будет год новый. Обновление, новый год. Вот с этого. Ощущение, что вот сейчас начнется новая жизнь. Все будет супер. И я изменюсь. И мир изменится. И город изменится. Самое главное, что меня поражает в самой себе, непрекращаемый энтузиазм. Я не могу просто каждый год, я единственную свою цель в жизни, я не могу, сколько я уже, наверное, блин, скольки, с 10 лет я эту же цель жизни не могу никак достичь. Но каждый год, именно в августе, я почти уверена, вот на 100% уверена, и как сейчас я уверена, вот прямо сейчас я на 100% уверена, что за этот год я эту цель достигну. Это безумие и отвага какая-то. Несмотря ни на что, и несмотря на сколько уже, 10 лет, а, 10 лет попыток. Продолжение следует...